Далее о том, что происходит на фронте в этот 526-й день полномасштабной войны. Обсудим с Иваном Ступаком, военным аналитиком, сотрудником СБУ 2014 и 2015 годов. Доброе утро, Иван. Да, доброе утро. Приветствую. И вот касательно по... Мы уже озвучили, скольких уже военных не досчитаются Российской Федерации в армии, но и также обозначили, сколько техники уже нет. Ну а теперь давайте и обратим внимание на те квадратные километры, которые тоже украинская армия уже освободила и выбилась под контроль на Российской Федерации. Так вот, украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Малер. Конечно же, мы понимаем, что много территорий заминировано, и это усложняет проход наших военных, но тем не менее эти квадратные километры, насколько они значимые. И вот оцените, насколько с начала контрнаступления, хотя мы точного дня не знаем, насколько это важные цифры. Поймите, каждый метр важен, без преувеличения. Наши военные буквально на пузе проползают каждый сантиметр этой территории, и разминирование происходит вручную, потому что подгонять автомобиль, не автомобиль, а технику специальную для разминирования нельзя. Для российских оккупантов это очень лакомая цель, они видят издалека, техника очень шумная, заметная, дорогостоящая, редкая, и она поражается в первую очередь, поэтому после первых же потерь такой техники, после первых же повреждений, было принято решение менять тактику и проводить разминирование вручную. То есть, там есть разные цифры, фигурируют, где-то там 5, где-то 7, где-то 8 километров было разминировано проходов. То есть, это не значит, что когда узкая полоса, то есть, довольно-таки широкая полоса для того, чтобы значительное количество техники могло пройти как по бутылочной горлышко, да, влиться, и пробежать эту миную территорию заминированную, и потом уже врываться, как говорят, на оперативные просторы, там, где только находятся российские позиции, и там дальше уже вести боевые действия. Сейчас одна из самых трудных, кропотливых, методичных частей наступления, особенно когда есть большой запрос от общества, когда же, когда же, когда есть большой запрос со стороны западных союзников, западной прессы, так почему так долго, что-то нельзя просто отменное поле обойти его слева или справа, почему вы с этого делаете проблему. Еще раз, каждый метр, каждый сантиметр, он очень важный и очень кровавый. Иван, смотрите, давайте далее поговорим о том, какие силы при этом привлекают вооруженные силы Российской Федерации, Российская Армия. Мы поговорим о планах, да, потому что мы понимаем, что все чаще на уровне пропаганды и в целом официальных представителей российской политической верхушки, но звучат слова, которые точно всем россиянам дают понять, что, в принципе, Путин был бы не против по поводу этой большой войны, как они говорят. Но давайте о численности. Россия сейчас пытается увеличить численность вооруженных сил и готовит новую масштабную мобилизацию. Об этом сообщает британская разведка. По ее данным, в последние два месяца Российская Федерация создала две новые армии и планирует сформировать пять новых дивизий, а также 26 бригад. Вероятно, они станут стратегическим резервом для войны против Украины. Аналитики подчеркивают, что без большой мобилизации Москве не удастся обеспечить кадрами даже одну новую армию. Учитывая это, Госдума Российской Федерации приняла ряд законов, нацеленных на масштабный призыв. Они предусматривают повышение возрастной границы призыва на срочную службу с 27 до 30 лет, усиление наказания за уклонение от призыва, а также ограничение выезда из России в день отправки повестки. Иван, я хотел бы, чтобы вы, знаете, изначально дали такой, ну, общий комментарий по поводу вот таких заявлений или по поводу таких, я бы сказал, даже заголовков, которые, знаете, вот так, если пройдешь мимо и прочитаешь, да, что Россия готовит иную армию для войны против Украины. И вот ты думаешь, и как ты устрашаешься, а у них есть силы, какая-то новая армия, или речь идет об определенных позициях, которые они хотят, ну, понятно, усилить, набрав личный состав путем этих законодательных изменений и с учетом определенных планов на тот призыв, который будет уже, ну, буквально как, со следующего месяца, да, традиционно начинается осенний призыв в Российской Федерации, да, в принципе, и не только. Смотрите, я вижу, что идет набор просто конечностей в Российскую Федерацию. Это как? Ну, это мясо, это конечности, то есть не идет речь о профессиональной армии вообще. Еще раз поясню, смотрите, 178 тысяч человек профессиональной армии, которая вторгалась в Украину, ее уже нету. То есть при тех потерях, при официальных, да, 6,5 тысяч Российская Федерация в последний раз зафиксировала, и после этого все, вот, да, про армию ничего. Потом, помните, летом была гибридная мобилизация, набирали тоже профессионала, кто умеет воевать, кто хочет воевать, и они закончились. Потом уже осенью пошла первая волна мобилизации, первая волна, набирали уже, опять же, деньги предлагали где-то принудительно, вроде в Москве залезали в подъезды через окна, ловили людей на улице, в метро, то есть тогда уже были проблемы. И тогда шли люди, не то что не первой свежести, ну там второй, третьей свежести, там кто не успел убежать, кто там какой-то фаталист, ну ладно, что я могу сделать уже. Все профессионалы, все, кто хотели идти воевать, вербоваться, вот, зэки, это что, от хорошей жизни? Это не от хорошей жизни, потому что людей просто не было. И сейчас вот эти вот все законы, это ограничения, что если ты получил повестку, то все уже закрыт, выезд за границу, штрафы дикие, учет людей просто катастрофически колоссальный, вот, там, действительно такой авторитарный. Это еще раз означает, что нужно просто мясо, нужны конечности, вот, людские, для того, чтобы просто сдержать фронт, то, что есть сейчас, удержать в расчете на то, что, а, Украина сломается, б, Украина как государство, б, сломается украинский народ, мы устали, давайте останавливать войну, и, ц, что устанет Запад, потому что увидят, что Россия очень длинная, людей много, не идет речь о профессиональной армии вообще. Я в предыдущем месяце говорил, что каждая новая волна мобилизации в Российской Федерации будет завидовать предыдущей, да, вот, вот эта волна будет завидовать тому, что было вот в октябре, в сентябре прошлого года. Ого, у них даже наколенники были, у них даже броники были. Здесь обеспечение будет все хуже, хуже, хуже. Их основная задача, этих людей, уйти на фронт, там умереть, и своим телом сдержать украинское наступление. Да, но все-таки та, скажем так, волна мобилизации, которая сейчас готовится, она, я так понимаю, ну и как многие эксперты, и аналитики военные, пишут о том, что это готовится на весну. Достаточно ли этого времени, полугода, чтобы и снарядить, и научить, и действительно подготовить хотя бы примерно профессиональную армию? Если вы вспомнили о той, которая была в начале полномочередного вторжения, и которая уже фактически легла, но все-таки они-то рассчитывали на короткий срок, а тут уже с пониманием того, что это долгосрочная война. Да, действительно, вы правы, полгода это более-менее достаточно, чтобы привести человека, ну, в принципе, достаточно, можно сказать, чтобы сделать из там полностью никакого гражданского человека, водителя автобуса, айтишника, сделать это более-менее хорошего военного, который умеет воевать, который бегает не один, который знает, куда бежать, как работать в команде, не теряться при обстрелах, ну, насколько это возможно, конечно. Но, ну, понятно, что Российская Федерация делает такой большой задел на будущее. Она видит прекрасно, Кремов видит индицины своих потерь, что если так будет продолжаться какой-то перед временем, мы не знаем, сколько у них там в резервах, то вполне возможно, что через полгода, к декабрю, они выйдут вообще на ноль, да, вот. И первая волна, и гибридные волны, все они закончатся, уже зэки закончились, и ЧВК, что, смотрите, ЧВК, который набирает так вот пафосно, вот олигархи финансируют, это тоже, еще раз, не от хорошей жизни. Там предлагают, там, дурные деньги, извините, там, часть министерства обороны будут платить, часть российские олигархи, то есть таким образом пытаются затянуть в армию, затянуть на войну людей, которые не идут, да. Я не знаю, какие там причины. Уже они против войны, потому что они устали, потому что они боятся, не знаю, пытаются затянуть разными способами. Поэтому, еще раз, полгода, в принципе, достаточно, но, скорее всего, что будет так, как это происходило в предыдущие месяцы, когда людей в России набирают в армию, и там уже кому как повезет пройти обучение. Были такие случаи, что военнослужащий пишет, ну, вот только приехал учиться, и через две недели уже снова уехал, ну, не снова, поехал на фронт, еще там неделя и умер, да, вот. То есть две недели, и вот мобилизированный, он умирает. И его сразу отправляют на тот участок фронта, где нужно закрыть дырку. Кому-то повезло больше. Кто-то учился в Беларуси, там провел какое-то время, он больше там обучения прошел. Ну, не всем же так повезет. Иван, смотрите, вот хотел бы у вас еще спросить по поводу очередной атаки, попытки атаки дронами украинской столицы. Да, мы уже сообщали о том, что во время этой атаки с шахедами на подлете к Киеву ПВО уничтожило почти полтора десятка воздушных целей, да, и как отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, опять-таки атака массированная, да, и в частности, как мы понимаем, уже фактически воздушная тревога в Киеве длилась ровно три часа. Она стала 820-й для столицы с начала полномасштабного вторжения. Но это очередная попытка, да, совершить атаку на украинскую столицу. Иван, как бы вы объяснили вот такую, знаете, ретивость в этом плане? Ну, что это, да? Это вот такая себе ответочка за дроны, непонятно какие, в Москва-Сити, да, вот, в столице Российской Федерации. Вот они пытаются что-то по этому поводу показать своему пиплу, да, но и о чем-то, возможно, рассказать. И тут, знаете, поправочка. И еще с учетом того, что сама российская пропаганда, там иной нет, на федеральных каналах, как-то, ну, не то чтобы совсем умалчивает то, что произошло в Москва-Сити, но как-то особо по этому поводу не распространяется. Да, вы абсолютно правы. По поводу того, что прилетает Москва-Сити, башни там ОКО, ОКО-2. Действительно, молчат, молчат. Постараются умалчивать. Да, и следуют сообщения, что, да, вот, прилет был какой-то. Были даже такие скрины, какие-то странные. Я просто не мог ее верифицировать, но очень интересная. Такая подборка была. С одной стороны, телеграм-канал мэра Москвы пишет там довольно-таки детально, что прилетел беспилотник, ударил, площадь повреждения, за возгоранием, все потушили, работаем. И потом такой же самый скрин, такой очень-очень урезанный, который якобы прошел по федеральным каналам Российской Федерации, тоже якобы от мэра Москвы, где идет речь о том, что 150 метров остекления повреждено, а работаем над устранением повреждений. Все, чего она повредилась, с какой целью, да, кто был причиной, какая предыстория, умалчивал. Да, это такая модификация. И вот там российские журналисты в изгнании, они тоже пишут, что мы не отфиксировали, что да, какая-то прошла разнарядка не упоминать удары по Москве, потому что это очень болезненно. Еще раз, мы с вами в прошлый раз поговорили об этом, это очень болезненно. Центр Москвы, самый центр, даже не в жилые дома прилетело, прилетело в рабочие, в офисные помещения, в госучреждения, там Минцифра, Минпромразвитие, то есть очень тонко, очень точно, понятно, что это не повлияло на войну в Украине, не повлияло на, там, знаю, на логистику российских войск. Мы это все прекрасно осознаем, но филигранность говорит о том, что рано или поздно такой же беспилотник залетит, например, на третий этаж здания на Луганской площади, секундочку, вот там, какое-то там крыло влевое, вправое, там, южное или западное, неважно, туда может залететь, или в здание на старой площади может залететь, где находится администрация президента Путина, то есть все может быть, понятно, что это какая-то такая прицелка. И это очень сильно вводит такую в турбулентность весь Кремль. Вот, кстати, вчера вечером были уже сообщения о том, что съезжают арендаторы, пошли отказы от продолжения аренды недвижимости и коммерческих площадей в Москва-Сити. То есть первая реакция москвичей на это все говорит о том, что не верят в свою противопоздушную оборону. Это очень важно. Теперь по поводу Киева, Украины. С одной стороны, это действительно какая-то ответка, ну вот там живут этими терминами в середине 90-х, ответка, стрелка, там, отомстить, вот эти все вещи, они живут, никто, ну, никто не переросит, это всю историю. Вторая сторона, это террор. Еще раз, нет успехов на фронтах начинать терроризировать минное население и в расчете, что что-то получится, что народ устанет, народ сломается и там война как-то остановится на тех условиях, которые выгодны Российской Федерации. Ну, а давайте тоже еще затронем раздражающую, не менее раздражающую тему, нежели дроны в центре Москвы, как еще и тренировки наших украинских пилотов на Ф-16. На этих истребителях начнутся такие тренировки уже в августе, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте услышим и потом обсудим. Сейчас стоит работать на 100% со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать. Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должны состояться поставки и боевое применение Ф-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь. Дальнебойное оружие. Надо работать и дальше с нашими партнерами и прежде всего с Соединенными Штатами, чтобы украинские воины могли действовать максимально точно на большие расстояния против российских оккупантов. Должен наступить тот день, когда Атекенс заработает так же привычно для всех нас, для наших военных, как Джевелины и Хаймарсы. Воздушный щит. Вся Украина должна быть защищена от российского террора. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция Патриотов и Насамсов, Сампти и Айрисов каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной. Даже С-300. Сегодня война, сегодня все важно. Вот тут даже я не знаю, насколько возможно какие-то прогнозы делать, сколько времени потребуется, чтобы уже использовать эти истребители F-16 на территории Украины. Как вы считаете, потому что разные сроки назывались, а учитывая, что довольно-таки сместилось обучение аж только с августа, то как вы думаете, министр обороны говорил, что в конце года, начале следующего года, вполне вероятно, что уже наши летчики будут использовать эти машины. А вы как считаете? Ну, смотрите, когда говорят август месяц, это же не значит, что это первое число. Это может быть и 25 августа, и 30 августа. То есть точно какие же смещения могут быть, я их полностью не исключаю. Это тоже может повлиять. Если конец августа, то это, соответственно, уже будет не, например, начало года следующего, а конец января месяца, например. Я не готов сказать, какая учебная программа у наших пилотов, какое обучение они проходят, насколько интенсивно, что считается, что вы прошли обучение, вы готовы, а что не считается полным обучением. Но если министр обороны говорит, что вот к концу года, то, скорее всего, где-то так и будет. Не забывайте, что кроме его обучения пилотов, это большое обучение наземного персонала, обучение происходит на английском языке, это подготовка инфраструктуры, где эти самолеты будут базироваться, потому что для Российской Федерации это будет фетиш, это будет, не знаю, какая-то одержимость, даже больше, чем челленджеры, абрамсы, леопарды, тяжелая техника на земле. Именно вот эта авиация будет в приоритете и будут пытаться уничтожать ониксами, ориксами, разнообразительными ракетами, беспилотниками. Все корректировщики огня будут нацелены на поиск и выявление места, где Украина будет прятать свою технику, где будут запасные части, где будут ракеты к этой авиации. То есть там будет, конечно, одержимость очень большая. Давайте далее поговорим о еще одной одержимости, в частности, которую проявляет и ЧВК «Вагнер», так называемый, и нынешний режим в Беларуси, и также на уровне самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Но по поводу этих угроз и провокаций, Иван, которые сейчас мы можем наблюдать вот на территории этой страны. Потом типа пошутили, да? Страны НАТО, понятно, они готовятся, Польша соответственно, и в Латвии вот на этом фоне создают специальный отряд пограничников, и его подготовка уже началась. Глава пограничной службы страны Гунтиис Пуэт сообщил, что такое решение приняли в связи с прибытием в Беларусь очередного отряда наемников ЧВК «Вагнера», пресекли границу с Польшей. По словам чиновника, Латвия оценивала риски с момента, когда Беларусь начала использовать мигрантов как инструмент гибридной войны. Однако с прибытием вагнеровцев они выросли еще больше. Но вот смотрите, Иван, я хотел бы вас спросить не то, вот как НАТО будет реагировать, если провокации будут продолжаться дальше. Да, потому что мы понимаем, что те два вертолета, которые пресекли границу Польши, ну вот это неспроста. И вот если они объясняют, что ну так получилось, мы заблудились, у меня вопрос, как могут заблудиться два вертолета. Ну так просто вот, я просто себе не представляю. А что будет, если они заблудятся не на 3 километра, а на 10, 15, 20 километров? Да, каким будет ответ? И дальше вот к этому вдобавок постоянный представитель США Преон Линда Томас-Гринфилд, она что заявила? Она заявила о том, что атака со стороны группы Вагнера, если такая произойдет, на Польшу будет расценена как атака Российской Федерации. А вот тут я вот хотел бы у вас уточнить, Иван, да, а вот так ли все однозначно? Ну кто его знает? А Путин за Вагнера отвечает или нет? Это же не наша компания. Мы ни при чем. Вот где-то они на Белоруссии. Мы откуда? Что мы? Ну Сувалский коридор, ну атака, ну прорыв диверсионной группы. Ну, вот вопрос, каким будет ответ и что мы будем наблюдать дальше? Еще раз, я больше чем уверен, НАТО отвечать не будет. О как? НАТО организация, пусть обижаются, но эта организация очень слабая. Я напомню вам, есть такой истерический факт, в 70-х годах Генри Киссинджер, будучи госсекретарем США вместе с президентом Никсоном, они уже тогда говорили о том, что будущее НАТО под вопросом, потому что уже тогда, это 30 лет после окончания Второй мировой войны, слабая организация, слабый руководитель, очень много словоблудия, решения не принимаются, пытаются руководители избежать ответственности за принятие решений, вот какие-то там, давайте встретимся, давайте пообщаемся, то есть, тогда уже были вот такие проблемы, это сильный исторический факт. Сейчас, понятно, это все усилилось многократно. Еще раз, НАТО это военно-политический альянс, не военный, если бы только военный, военный польский, украинский, испанский, друг друга поймет, потому что они мысли приблизительно в одной и той же категории, да, там разные стандарты есть, но они понимают, там, это нарушение, это нельзя, но над НАТО есть политический зонтик, и там начинаются вот эти вот брожения. А может, не все так однозначно, может, вертолеты не хотели, например, да, там, нарушать, ну что, ну, прилетели, пролетели, какая вам разница, ничего страшного не произошло, зачем мы сразу будем развязывать первую ядерную, и она же и последняя ядерная война на этой планете, давайте не будем, давайте посоветуемся, то есть вот такие вещи будут. Мы уже видели реакцию, там, да, по ракетам, которые упали на территории Польши, пролетали над Румынией, вертолеты, которые пролетали над Польшей, понятно, что это не позиция Польши, как страны, это позиция блока НАТО, альянса, который, ну, не готов принимать на себя решение, слишком много политиков и слишком мало лидеров, я больше чем уверен, что если будет ответ, то не от альянса, а от отдельных стран альянса. Второе, если вдруг произойдет вот эта вот гибридная история, да, что Российская, мы к Вагнеру не имеем отношения, Беларусь, мы тоже не имеем, что там Вагнер делает на границе, понятия не имеем, контроля над ним тоже не имеем, разбирайтесь сами. Если на Польше, например, будет атака вот такая вот гибридная, я не знаю, пограничников похищать, устраивать какие-то перестрелки, пытаться тот же коридор прорвать, что угодно, или там то же самое в отношении Литвы, то Украина 100% отреагирует. Не просто скажет, мы озабочены, мы поддерживаем, там вот польский народ, там сердечки эти будут делать, например, а будет реакция какого характера. Еще раз, если будет прямая такая артикулированная просьба со стороны Польши в Украину, что да, действительно была атака на нашу страну, нам нужна ваша помощь, то по согласованию с польским штабом наши военные не будут оккупировать территорию Республики Беларусь, а сделают несколько, там 2, 3, 10, 23, 200 ударов, не знаю, там либо беспилотниками, либо украинскими средствами поражения по местам расположения Вагнера на территории Беларуси. К чему веду? Это будет защита наших союзников. Пусть мы не связаны каким-то большим количеством договоров, договоров о помощи, о защите, о безопасности, о гарантиях, но это будет добропорядочная позиция нас, как соседей Украины, странам, которые больше всего нам помогают. Ну, может быть, не больше всего, а очень-очень много, выпрыгивая буквально, в смысле, из штанов, пытаясь нам помочь, и мы не можем занять страусиную позицию. Ну, ребят, у вас там свое, у нас тут Южный фронт мы прорываем, там у нас Восток, мы обязаны будем помочь, поразив нашими беспилотниками места скопления Вагнера на территории Беларуси. Ну, это, собственно, тоже и ощущение безопасности своей же, потому что вагнеровцы также абсолютно угрожают нашей безопасности с севера. Тут не знаешь, какие еще шутки Лукашенко придумает, да, то он пошутил, что якобы вагнерцы делились информацией своими желаниями сходить на экскурсию в ЖЭШов, а тут, может быть, он тоже какие-то еще шутки выдвинет, а мы-то все серьезно и воспримем. Спасибо вам большое, Иван Ступак. Напомню нашим зрителям военный аналитик, сотрудник СБУ 2014-2015 годов был с нами на связи.